Привет, с вами Виконста. Сегодня прогуляемся по вечернему Донецку и покажу, как город украсили к Новому году. Находимся мы сейчас на главной артерии города, это улица Артёма. По левую сторону библиотека имени Крупской, дорога на ЖД вокзал. Туда дорога идёт в сторону ЦУМа. В этом году по соображениям безопасности ёлку не будут ставить на площади Ленина. На разделительной полосе поставили квадратики в форме подарков. Голубого, синего, красного и белого цвета, это у нас Медвежонок. По правую сторону у нас театр, тоже уже в иллюминациях, поэтому всё-таки хоть как-то нужно придать праздничного настроения. Что касается квартиры после прилёта, то спасибо всем огромное за поддержку. Реквизиты банка я оставил в описании и в комментариях. Огромная вам благодарность. Все деньги пойдут на восстановление дома. Окна я заделал, осталось только восстановить стену, но так как сейчас нет целесообразности восстанавливать квартиру, так как там постоянные боевые действия. Плавно дошли мы до театра имени Тараса Григоровича Шевченко. Он работает, но иллюминации здесь не видно. Что касается документов и банковской системы, то здесь в Донецке есть планный переходный период. Документы с НИЛС и ИНН, паспорта, нужно всё это потихоньку делать. Также придётся переоформлять документы на квартиру. Что касается мобильной связи, то у нас единственный оператор это Феникс, также дополнительно подключился плюс 7 телеком. По банковской системе единственный банк, который работает с карточками МИР, это Промсвязьбанк. Остальные банки, Сбербанк, Киньков, крупные корпорации сейчас сюда не заходят. Что касается автомобилей и водительских удостоверений, то в Донецке присутствует 180 регион. Также возможно поменять водительское удостоверение. Также нас подключают к госуслугам. То есть все некоторые документы, которые вы должны стоять в очередях в МФЦ, можно зарегистрироваться удаленно. Если вы хотите поменять водительское удостоверение, то через госуслуги заходите, выбираете вам нужную дату и просто приезжаете на назначенное вам время, чтобы не стоять в очередях. Это очень хорошо упраздняет жизнь для обычных дончан, так как всё-таки стоять в очередях нам не сильно нравится. Один из крупных отелей, это Донбасс Палас. И за ним находится бизнес-центр Пушкинский. Спускаемся через подземный переход. Вот, выйдем сейчас на площадь Ленина и немного вам покажу атмосферу в этом месте. Подземный переход, как и в других городах. Но здесь надписей, конечно, вы не увидите. Потому что всё-таки следят за этим делом. Здесь продают канцелярию, бижутерию, азбуки для детей, канцтовары. Закрывается всё на ночь туралетами, чтобы вандалы ничего не покрошили. А так, в принципе, этот камень ещё давным-давно в Советском Союзе строили. Возводили подземные переходы, так как всё-таки это центральная артерия. И по пешеходному переходу сильно не перейдёшь. Всё-таки, чтобы не останавливать большой поток. По левую сторону это туалет. Сейчас он уже не работает. Время работы с 8 до 19.00. Плавно мы вышли на другую сторону улицы. Каждый год украшают Донецк по-разному, но в этом году немножко поменьше. Также идёт небольшой снежок. Вот Донбасс-палац с этой стороны. Конечно, если сейчас приехать на окраину Петровского района, то так вы спокойно не погуляете. Света вообще не будет. В некоторых домах нет отопления, проблемы с электричеством. Так как там постоянные боевые действия. И люди вынуждены переезжать в отдалённые районы. Центр Донецка не исключение. Периодически прилетает в абсолютно разные районы этого города. Особо людей вы не увидите. Нужно по максимуму ограничить передвижение по городу. Такие красивые декорации поставили на площади Ленина. Босиком до поросе, в полурастёгнутом халате, золотом распущенной косы, явилась юность на рассвете. Владимир Матвиенко. И чуть дальше тут работает фонтан. Очень большие проблемы с водой в Донецке. Так как основная артерия, которая шла со Славянска и Северского Донца, она сейчас не работает. Поэтому нам в Донецк протянули новый водовод с Ростова. И всё-таки его не хватает. Тем более сейчас отопительный сезон. Очень много воды уходит на котельные. Плюс есть постоянные проблемы с электричеством. Здесь также поставили и украстили ёлки. Немножко прогуляемся. Заодно посмотрите, как выглядит предпраздничное настроение у самого города. Поставили такие искусственные ёлочки. С белым напылением. Ну хоть как-то дончане смогут прийти сфотографироваться. Хотя сегодня немного людно. Время 19 часов. Фонари горят. Всё светится красиво. Но на окраинах совсем другая жизнь. Ничего не поделаешь. Уже как-то привыкли. Все смирились. Уже как бы в следующем году будет 10 лет. Боевые действия не прекращаются. Но ничего, будем надеяться на лучшее. Постараемся не падать духом. Куда нам уже? 10 лет прошло. Я думаю, ещё чуть-чуть потерпеть. И скоро всё наладится. Главное, не отчаивайтесь. Вы слышите? Как бы там тяжело не было. Это жизнь. Это испытания, которые нам даются. Мы обязаны их пройти. Здесь полицейский участок. Периодически полиция приходит и контролирует обстановку. Но никого уже не видно. Это площадь Ленина. Сам Ленин стоит. Наблюдает за всем этим происходящим. По левую сторону начинается брусчатка. И выход на Кальмиус. Это проспект Ильича. И центральная улица Артёма. Здесь большая площадь. В позапрошлых годах ставили здесь сцену. И выступали на Новый год. Такие ступеньки. Здесь всё-таки есть место, где поставить. И с той стороны, где-то по центру этой площади, ставили новогоднюю ёлку. С декорациями, с иллюминациями. То есть всё как надо. Сейчас только по периметру украсили новогодним дождиком. И с правой стороны поукрашали ёлки гирляндами. Чуть дальше там фонтан. И по ту сторону начинается улица Университетская. Светофор, главный перекрёсток. Туда дорога идёт в сторону Петровки, Золотого кольца. В общем, вы идите. А туда уже центр Калининского района. В преддверии 2024 года я хочу прежде всего вам пожелать крепкого здоровья, мирного неба над головой. А также, чтобы все ваши мечты обязательно сбылись. С вами был Виконста. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok